Это сенсорный дождь. Можете встать туда. Прямо туда? Да, ребёнок встает, он может это перебирать. Всё это для уединения и спокойствия. А ещё здесь тактильная сенсорная дорожка и сухой бассейн. Это комната психологической разгрузки в школе равных возможностей. Расслабиться здесь не помешало бы каждому, но для детей с особенностями возможности избавиться от негативных эмоций важна вдвойне. В учреждении обучают школьников с ограничениями в интеллектуальном развитии. Диагноз «умственная отсталость» – это не приговор ни в коем случае. Я хочу сказать, что наоборот, из таких ребятишек, потом при правильном подаче, когда работают вместе педагоги, когда работают психиатры, когда работают врачи, когда работают родители вместе, то получаются уникальные специалисты в различных отраслях. В рамках нацпроекта образования Ахимки получили больше 4 миллионов рублей на закупку нового оборудования и дидактических материалов. Деньги выделили из федерального и областного бюджетов. Теперь руководство школы с гордостью показывает, как преобразилось учреждение. Зал для занятий физкультурой, кабинет логопеда, даже комната отдыха. Особое внимание здесь уделяют профессиональной адаптации детей. В школе есть теплица для занятия садоводством и комната повара. У нас в прошлом году был первый выпуск, и девочки поехали в Москву, поступили в колледж на поваров. И одна девочка, там родители военнослужащие, они уехали в Воронеж, и она поступила в школу искусств. Всего в школе учатся 133 ребенка. Новое оснащение учебного заведения поможет детям раскрыть свои таланты и способности, чтобы жить полноценной жизнью.